всем привет кто впервые заглянул на мой канал меня зовут лена я очень очень рада что вы меня в гостях сегодня под этим видео вы найдете ссылочку на канал а также на мой инстаграм где я тоже буду вам очень очень рада заходите ко мне почаще сегодня я предлагаю приготовить очень интересный можно сказать пирог итак первый слой это у нас тесто и что же нам к нему понадобится нам нужно 500 грамм муки пачка маргарина 2 яйца 3 ложечки порошка и стакан сахара сначала нужно нужно ножом сечь маргарин с мукой затем добавить сахар яйца порошок и замесить однородное тесто и положить его на некоторое время в холодильник пока тесто будет отдыхать мы займемся начинкой для начинки заранее нужно приготовить мак его нужно проварить процедить и перемолоть через мясорубку немножко высушить то есть приготовить так как мы приготавливаем мак для маковика также нам понадобится килограмм творога пропущенного через мясорубку или уже готового употребление пока займемся тестом а потом я вам расскажу подробно как приготовить сыр с сырковую массу и также маковую пробую и и и и и Теперь приступим к начинке. Она будет состоять из мака и творога. Эти две части будем готовить отдельно. Сейчас приступим к творогу. Я взяла 1 килограмм перемиренного творога. К нему взобью 4 яичка вместе с сахаром. Я не люблю слишком сладкой выпечки. Никто у меня дома не любит. Поэтому я сахара даю довольно мало. К этому еще надо добавить, я имею ввиду к этой всей массе творожной, пару ложек манной крупы и крахмала, чтобы эта масса была довольно густая после выпечки, потому что я не даю никакого жира. Все это вместе потом перемешиваем до однородной массы и ставим в сторонку. Затем приступаем к маку, поскольку мак будет у нас вторым слоем, которое будем выкладывать на тесто. Теперь приступаем к маковой начинке. Здесь у меня около 300 грамм молотого мака. Я к нему добавлю сахару по вкусу, это зависит от вас, 2 яичка, 1 белок, немного кокосовой стружки и по желанию можно добавить или орехи, или изюм. Это как вы желаете. Все тщательно перемешать. Еще раз напомню, что мак предварительно я проваривала, уже не пропускала через мясорубку, потому что я купила уже молотый мак. Но если у вас мак не молотый, значит надо его пропустить через мясорубку. Накануне я это все сделала. Мак немножко просушила, отцедила и теперь приступаю к приготовлению начинки. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой творожно-маковый пирог на песочной основе у нас получился. Посмотрите, какой он красивый и аппетитный. Всем советую попробовать этот рецепт. Я его всегда готовлю и на Рождество, и на Пасху у нас дома, потому что все очень любят и заказывают. Если рецепт и идея вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на меня, заходите в гости почаще. Я вам всем очень рада. Оставляйте в комментариях свои пожелания, чтобы вы хотели видеть новых видео. И вообще заглядывайте почаще, друзья. Я вам очень рада. И всегда с большим интересом читаю ваши комментарии. До новых встреч!